Гололёд поворачивал направо, занесло. Ещё вчера автомобиль Владимира Камзова был цел и невредим. Одно неловкое движение, и вот он уже приехал на оценку в страховую компанию. Повреждение видно невооружённым глазом. На 30 тысяч посчитали. Ну, покраска крыла, капота, бампера. Замена бампера, замена крыла. Это ремонт. А вот страховщики оценивают повреждения не на глаз, а руководствуясь специальным справочником. В нём чёрным по белому и написано, сколько и за что заплатят пострадавшим. Если раньше недовольные оценки автовладельцев обращались к независимым экспертам, то с 2014 года и их обязали руководствоваться тем же справочником. Справочник РСА, он создавался не оценщиками, он создавался представителями страховых компаний. Соответственно, раз у них вожжи в руках, они куда надо, туда и всю эту телегу поворачивают. Как раз к этому справочнику и возникли претензии у антимонопольной службы республики. Его содержание, по мнению специалистов, сильно бьёт по карманам автовладельцев. С иском антимонопольщики обратились в Верховный суд. Проверки показали, что при его составлении были упущены серьёзные детали. Должны были запрошены быть минимум 50 фирм в каждом регионе, по чём продают какую-то деталь. Иставляется средняя цена. Запрашивалась, условно говоря, 2-3 фирмы. Да ещё не по всем городам, а, например, в каких-то маленьких городах. В ходе своей проверки антимонопольная служба решила сравнить цены, предлагаемые Союзом автостраховщиков и официальными дилерами. Как результат, в 70% случаев автовладельцы не досчитывались своих средств. А если сравнивать с ценами интернет-магазинов, то там и вовсе суммы разнятся до 40%. Спустя три года судебных разбирательств, Фемида всё же встала на сторону антимонопольщиков. Верховный суд выдвинул ряд требований к Российскому Союзу автостраховщиков. Актуализировать в течение трёх месяцев справочники в соответствии с утверждённой методикой и в соответствии с теми требованиями, которые туда заложены. Кроме того, автовладельцы, недовольные оценкой у страховщиков, смогут обратиться в суд. А антимонопольная служба в республике каждому из них окажет свою юридическую поддержку. Сергей Хайдаров, Андерсентальцев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.